Перенесемся на юг Украины, поговорим о том, что происходит там. Да, для того, чтобы остановить эту техногенную катастрофу и в принципе сделать так, чтобы подобные провокации не имели места быть. Нам нужно освобождать свои территории. Как мы это будем делать? Обсуждаем с Натальей Гуменюк, начальником объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг. Наталья, добрый вечер, рада вас видеть. Слава Украине, добрый вечер. Героям слава. Наталья, вот враг, по информации, которая сейчас есть в СМИ, потянул на временно оккупированную Херсонщину подразделение Росгвардии. Росгвардии, которая в первую очередь занимается внутри России разгоном митингов. Какова цель и какова задача Росгвардии на территории Херсонщины? Расскажите нам, пожалуйста. Почему именно Росгвардия, на ваш взгляд? Ну, во-первых, они собирают сейчас все силы, которые могут собрать. И все, что могут протянуть на эти территории, учитывая, что огневой контроль, который установлен силами обороны над логистическими и транспортными маршрутами, достаточно убедителен. Они не могут использовать все маршруты так, как они бы хотели. И поэтому доставка личного состава даже распределена на очень мелкие группы. Аккуратными такими партиями они переправляют. То, что этот выбор пал именно на Росгвардию, больше определено тем, что и в самом войске оккупационном неспокойно и морально-психологический дух подорван достаточно существенно. Эта ситуация та же повторяется, в общем-то такая цикличность прослеживается. Когда шла речь о готовящемся активном действии со стороны сил обороны на правобережье, у них тоже была внутренняя расшатка такая мощная достаточно в силах своих личного состава. И им необходима была тогда помощь кадыровских подразделений, которые сдерживали бунтовские настроения вот в этих подразделениях. Сейчас та же ситуация, очень много возмущений тем, что логистика нарушена, тем, что обеспечение очень плохое, тем, что не хватает средств индивидуальной защиты, как бронежилеты, каски. Не все вооружены там после того, как была доставлена часть мобилизационного ресурса, так и не смогли поставить достаточное количество даже личного оружия. Поэтому им необходима там Росгвардия именно в таком количестве человек. К тому же Росгвардия сейчас занимается и усилением полицейского режима на временно оккупированной территории, поскольку движение сопротивления достаточно активно работает. Много партизанской войны проявляется. Эти все ситуации очень серьезно беспокоят командование оккупационных войск на Левобережье. Поэтому они запросили вот такую помощь. Расскажите, пожалуйста, еще что происходит вокруг Каховского водохранилища, потому что есть информация, что оккупанты его осушают. И не есть ли эта попытка помешать вооруженным силам Украины форсировать Днепр? Для военных действий эти техногенные процессы не имеют критического значения. На данном этапе мы видим и наблюдаем, что это действительно шантаж, это ЦИД, которым враг продолжает давить на население, объясняя, что именно из-за неправильных действий сил обороны Украины, из-за того, что грозит движение через Днепр, они и вынуждены предпринимать такие попытки. В том числе и продолжается давление на мировое сообщество, которое до сих пор не определило четкой позиции в отношении Запорожской атомной станции. То есть враг использует все ресурсы, это особенности гибридной войны, в том числе и техногенные, экологические, психологические и экономические, для того, чтобы принудить руководство страны, руководство Украины к определенным шагам, которые они бы себе прогнозировали как перспективы. Наталья, давайте об острове Змеиный поговорим. Расскажите, пожалуйста, что сейчас там происходит. Несколько дней назад, буквально 11 февраля, было сообщение, как 12 дронов Камикадзе было выпущено, 11 удалось... А, простите, это другой регион. На острове Змеиный были обстрелы противокорабельными ракетами, если я не ошибаюсь. Расскажите, пожалуйста, зачем они атакуют этот остров? Что происходит там сейчас? Атаковали россияне тактической авиации. Это были две сушки, которые бомбили авиационными бомбами. В принципе, все то, что россияне сами и оставили на острове Змеиным, когда оттуда забирались. Вероятно, настолько были заняты демонстрацией жеста доброй воли, что не все имущество смогли забрать. Но я напомню, что они пытались развернуть там мощную противовоздушную оборону, но они пытались там выставить системы обстрела для того, чтобы терроризировать южное побережье Одесской области. Удар противокорабельными ракетами они осуществили как раз по южному побережью Одесской области. И это была снова такая попытка на фоне бомбардировки острова и удара по побережью, попытка намекнуть и пригрозить высадкой десанта. С неба, с моря, откуда угодно они пытались продвинуть свой нарратив о том, что силы и мощность оккупационных войск на данном этапе таковы, что им не только на востоке есть возможность проводить активные действия, но и они определенную угрозу для юга прорисовали таким образом. Хотя мы оценили объективно все эти попытки, поскольку самолеты до этого, пролетая на Змеиный, пытались разведать ситуацию, им не давало покоя наличие даже репортажей о том, что происходит на острове Змеиный в открытом доступе, и они предполагали, что развернутая там база сил обороны будет ими уничтожена. Ну, таким образом, они намекали на то, что контролируют эту ситуацию. Хотя мы понимаем, что противовоздушная оборона, развернутая на северо-западном побережье Крыма, недостаточно по своей мощности для того, чтобы защитить их тактическую авиацию, если она еще раз отважится на подобный шаг. Также они вряд ли смогут получить поддержку с моря, поскольку корабельная группировка не случайно держится на расстоянии 150-200 километров от контролируемого Украиной берега, поскольку чувствуют, что приближение на другую дистанцию, на меньшую, чем эту дистанцию, грозит уничтожением остатков флота. Поэтому поддержки им ждать неоткуда, и, скорее всего, это просто была психологическая выходка такая, чтобы намекнуть на свое превосходство на ней. Скажите, пожалуйста, а как изменилась тактика оккупантов, если мы говорим о Николаевском направлении, и что происходит вокруг Кенбургской косы? — Критического изменения в тактике не произошло. Они по-прежнему имеют доступ по сухопутью, там, где они могут подтягивать огневые позиции, разворачивать их в сторону очаковского направления и продолжать обстреливать морские транспортные пути, которые ведут из Николаевских портов, это Днепробухский риман. Эта акция, в принципе, для них важна для того, чтобы не позволить Украине расширять зерновую инициативу. На данном этапе их работа точечная, поскольку наша контрбатарейная работа в ответ очень результативна. За последнюю неделю на Кенбургской косе нами было уничтожено порядка 10 единиц техники, то есть все то, что они туда подтягивали для проведения обстрелов, тут же превращалось в металлолом горящий и пылающий. То, что мы с вами обсуждали по поводу острова Змеиный, я сказал о атаке противокорабельными ракетами спутов, это как раз с прибрежными районами Одессы. Они действительно были, вот как раз задача была, я так понимаю, создать панические настроения. К счастью, пострадавших нет несколько дней назад. И тут хочется процитировать заместителя генсека НАТО Мирчо Джоане, который сказал, что Россия не отказывается от идеи нападать на Одессу, правда, что ресурсов у них нет. Расскажите, пожалуйста, об этом, Наталья. В чем выражается их наличие планов до сих пор попробовать завоевать Одессу? Как они вообще в теории могут это сделать? Давайте рассмотрим варианты. Но они продолжают поддерживать, так сказать, боевой дух своей спецоперации именно продвижением нарративов о том, что юг Украины – это исторически русские территории, это те территории, которые ждут русского мира, несмотря на то, что они получили очень серьезный отпор и на Херсонщине, и на Николаевщине, когда продвигали туда свои войска, и, в принципе, убедились уже в том, что Николаев – это крепость, которая на их пути, встанет абсолютно несокрушима. Поэтому ситуация с возможностью, так скажем, гипотетической продвижения российских войск, в принципе, была достаточно широко освещена министром обороны. Он четко обозначил, что для этого им необходимо будет форсировать Днепр, затем продвинуться по Херсонщине, снова победить непобедимый Николаев, и только тогда продвинуться к Одессе. Поскольку таких перспектив даже сами россияне себе нарисовать не могут, они пытаются проводить вот эту разрушительную деятельность, такую на психологическом уровне, на идеологическом уровне, внутреннюю, там, где расшатывают ситуацию через социальные сети, продолжая продвигать нарратив, что Одесса – русский город, и нужно дождаться только освободителей. Но это все не работает. Работает служба безопасности Украины, которая выявляет таких провокаторов и передает их в руки правосудия. Да, уникальное явление, конечно, до сих пор пытаться что-то из подобного сделать. Спасибо вам огромное, Наталья. Вот следующий материал мы как раз посвятим, в том числе, на какие методы идут россияне, они вербуют женщин для войны в Украине, в том числе и заключенных. Зэки заканчиваются. Ну, знаете, тут гадать, что неужели до детей дойдут, как будто ничему уже не удивишься. Спасибо вам большое за включение и за то, что объяснили ситуацию на Южном фронте. Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг, была в эфире канала Freedom.